Ребята, всем доброго времени суток. В этом обзоре я продолжу рассказывать о проекте Republia и в данном случае опять-таки пройдусь по технической бумаге данной площадки и разберу очень важную тему, а именно и допущение уязвимостей в коде. Почему это важно? Дело все в том, что если есть уязвимости, то есть безусловно и риск потери данных, ну а риск потери данных как следствие приводит к потере средств, потому что у вас в личном кабинете в проекте Republia будут находиться монеты этой площадки и очевидно, что если найдутся какие-то неполадки, то эти монеты вы можете потерять опять-таки при уязвимости в коде. Ну и давайте разберемся, как же проект Republia решает подобный вопрос. Так вот, важно понимать, что экосистема проекта Republia написана в функциональном языке программирования Михельсон, который поддерживает формальную верификацию кода. И важно понимать, что сеть при этом не допускает уязвимости, как это допустим случилось с проектом ZDAL, ну и на самом деле подобный проект не единичный, он просто один из самых известных. Суть в том, что токен стандарта ERC-20, то есть ERC-20 это стандарт, собственно говоря, эфириума, на котором делаются большинство SEO на данный момент, он фактически предоставляет из себя смарт-контракты, которые получили всеобщее признание за несомненную эффективность. То есть это, в общем-то, самый простой способ создания токенов на данный момент, это как раз таки с помощью блокчейна эфириума и подобного стандарта ERC-20. Но тем не менее, важно понимать, что есть определенные риски, то есть прежде всего из-за того, что подобный смарт-контракт не может быть изменен после его создания, то в нем может быть какая-либо ошибка, которая в перспективе всплывает и, соответственно, это приводит, как я и говорил вам ранее, к потере средств. То есть, опять-таки, с одной стороны, то, что смарт-контракт не меняется, это плюс, потому что вы понимаете, что все здесь честно и уже, в общем-то, то, что написано, невозможно поменять. С другой стороны, если, опять-таки, появится какая-либо ошибка, а это вполне вероятно, потому что ничто не идеально, то тогда, собственно говоря, средства ваши теряются, что, безусловно, неприятно. Ну и вот здесь далее приводится важная информация, что взлом проекта The DAO в 2016 году он привел к расколу сети эфириум и созданию как раз-таки ответвления, такого как эфириум классик. То есть, собственно говоря, это было катализатором данного раскола. В чем же была проблема The DAO? Она была в том, что код EVM написан в статически типизированном JavaScript-подобном языке программирования Solidity, и Republish очень использует язык Михельсон, про который я и говорил, где, собственно говоря, в общем-то, недопуск выполнения смарт-контрактов при обнаружении ошибки будет возникать. Также я бы еще хотел рассказать буквально пару слов про хунчейн обновление протокола. Я думаю, что тоже это можно заметить в данном видео. То есть, в чем его суть? Дело все в том, что протокол Republish обновляется автоматически, а что, безусловно, очень удобно. И, соответственно, опять-таки, как плюс данного обновления, что не будут хардфорки, то, про которые, события, про которые говорил Армания, допустим, хардфорк эфира, да, который случился, разделение эфира на эфир классик и обычный эфириум. Вот. И здесь все пользователи сами влияют на модернизацию сети. И также важно понимать, что участники не ставят дополнительные конверсии, потому что все, опять-таки, обновляется автоматически. Ну, вот здесь показан процесс обновления протокола. То есть, есть слой транзакции, слой консенсуса и также есть слой сети. И они между собой взаимодействуют вот подобным образом. Так что, как вы видите, проект Republish обладает достаточно высокой защитой, и они достаточно хорошо, они, это создатели проекта, имею в виду, продумали данную экосистему, что, конечно же, является большим преимуществом. Ну, что ж, на этом я тогда завершаю разбор данной темы. Надеюсь, что вам это было интересно. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok